Как развивается Заволжье? Хватает ли там детских площадок и детских садов? И в каком состоянии оздоровительные лагеря наша съемочная группа побывала на левом берегу Волги? Первым делом депутаты посетили центральную детскую площадку в поселке Сосновка. Всего на территории Заволжье действует семь детских площадок. Часть из них обновлялась в течение последних трех лет. Сейчас она оснащена современными тренажерами, новыми игровыми конструкциями и другими архитектурными формами. Помимо родителей с детьми на площадке занимаются и любители здорового образа жизни, которые съезжаются сюда со всех поселков Заволжья. Дети после садиков, все мамочки собираются здесь. Нас приезжают сюда на эту центральную площадку из поселка Северный, из поселка Октябрьский. Хоть у них есть форма, но у них необходимый минимум. Одна качелька, одна горка. А здесь мы уже планируем еще дальше развивать. Может быть даже в последующем какой-то спортивной направленности. Может быть теннисные столы поставить, может шахматные. То есть мы это все планируем. Ежегодно в Заволжье появляется более 30 маленьких жителей. Поэтому сейчас таких площадок надо больше. Решили, что будет потрачено 650 тысяч рублей, чтобы игровых зон стало больше. Мы гуляем на этой площадке часто. И нам нравится, как тут все устроено. Что на площадке чисто, да. Недавно построили новые качели, тренажер недавно поставили. Так была старая. Левобережье позиционируется как экологически чистый уголок. Но, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. К этому и призывает жителей и туристов администрация Заволжья. Цель этих субботников все-таки оставить наше Заволжье чистым, красивым и нетронутым. В принципе, скажем так, по большому счету нам это удается. Но и через средства массовой информации, наверное, хочу обратиться к туристам, которые любят приезжать в Заволжье. Все-таки, наверное, вести себя более культурно, не оставлять после себя горы мусора. Все стараться забирать с собой. Еще одним местом, которое посетили городские депутаты, стал детский лагерь «Волна». Здесь представители власти ознакомились с результатами ремонтных работ. Ведь лагерю уже, как-никак, 55 лет. А в перспективе планируется реконструировать «Волну» для работы круглый год. Дети, находясь в городе, они, в общем-то, не получают такого огромного количества эмоций, воздуха, кислорода. Здесь ты живешь на природе, ты не подвержен влиянию каких-то вредных, влияний городского характера. Поэтому дети обязательно должны быть под присмотром все лето. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика.